Привет ребят! Если вас интересует игровая валюта, уровень или редкие тачки в GTA 5 Online, тогда предлагаю вам заказать прокачку в моей группе. Мы уже успели зарекомендовать себя и собрать огромную базу довольных и благодарных клиентов. Отзывы говорят сами за себя. Качаем быстро, отвечаю на вопросы и главное дарим денежный бозус к любому заказанному пакету. Работаем круглосуточно и со всеми платформами, даже с PlayStation 4. Убедись сам, ссылка в описании. Всем привет дорогие друзья! С вами Костя Юрич и Дивко Фёдоров, ребятушки, мы продолжаем эксперименты в GTA 5 Online. Здарова всем, пацаны! Итак, друзья, это спуск горы Чилят. В общем-то, сегодня у нас будет подборка новых машин. Ты зря сел в тележку, потому что зеленые сегодня мои, красные твои. Ребят, давайте посмотрим на подборку. В общем-то, вначале будет туалетная тележка, потом... Ну, я не знаю, это холодильник какой-то на колесах. Интересно, довольно-таки. Так. Гиперкары, китайцы, внедорожники, лоурайды, в общем-то, какие-то жесткие рапторы, чарджеры и вот такой вот охеренный форт-недорожник, который будет сегодня на спуске. Посмотрим, что он нам покажет. В общем-то, довольно-таки интересная подборка, ребята, поэтому ставьте лайк. И мы сейчас поставим нитро и будем начинать. Итак, друзья, первый раунд, в общем-то, тележка против холодильника. Посмотрим, что они нам покажут. Я, наверное, буду прыгать вбок. Ой, как-то меня хорошо подрезало, я еще дальше полетел благодаря этому. Так, мне кажется, сейчас кто-то яйцами чепохнется. Бамс. Да. Все, нету. Был скалатрон или нет скалатрона? Кстати, мы смотрим по тачке, которая с нейтс. Даже без водителя она считается. Да? Сам придумаешь? Да. Не, ну мы уже так снимали и, в принципе... В самом деле, это как минимум глупо. Так, ладно. Я вроде еду. Кстати, эта тележка уже как-то была, правда, здесь стандартный хендлинг. Глупо ехать в тележке из супермаркета. Да-да-да. А что, поедем по наканту? Поедем вроде, ползем. Ладно. Поедем, нормально. Ну, на самом деле, я вот на нее делал хендлинг, да? Получается, от внедорожника. И она прям прыгала. Не, ну на самом деле, она нормальная была. Нет. Я на ней, получается, доехал почти до океана, если что, на противоположном спуске. Так что, не знаю. Она ехала прям шикарно. А это все встало. Ну, не знаю. Короче, ребят, если вы смотрели прошлую серию, то пишите в комментариях, какой хендлинг больше понравился. Этот стандартный или который был у меня, мне кажется, на том, что он прыгал, он довольно-таки интересно себя показывал. Итак, друзья, мы готовы. Нитро стоит. Сено против ламбы. Поехали. Макларен, давай. Тащи мясо. Мне как-то странно. Ты не в ту сторону вообще полетел. Не, я лечу нормально. Просто она как-то странно, как в своей оси только что повернулась. Рикошетики. Рикошетики. Ёптыщ. Где я? Вот это жестко. Я только что приземлился на самом деле. Хоть как-нибудь. Поехали, давай. Поехали, родная. Так, сена по накату должна ехать. Да, сена едет. Что у тебя? Что, тарзан, что ли? Ни хера ты вылехал. Оу. Я, кстати, с такой скоростью поехал. Вот тут надо вот так аккуратно ехать. На самом деле я не ехал, а летел. И, короче, сена врезалась. И все. И сразу тормознуло. Короче, машина едет по накату. Но если она врезается, то это просто габела. Так я уберу, чтобы она не мешала другим тачкам. Так, а где ты? Да, ее мать. Меня подкинуло и остановило уже в камнях. Вот здесь. Ни хера ты проехал так-то? Нормально. Так, ну тачку надо убирать, чтобы не мешалось. Ребят, погнали к следующему. Так, друзья. Третий заезд. Здесь хер пойми, что такое вообще. Я даже не знаю, что за машина против Раптора Форда. Господи, она еще и не едет. Братан, я разлом себе лучше. 90. Ужасно. Так, ладно. Посмотрим, вообще, это говно поедет или нет. Затор прям бамс. Ладно, рикошетик. Дальше. Кубарем. Камушек. Господи, мне кажется, что это... Ты зря на Пацифику-то ругаешься. Ну, не знаю. Так, ну я встал на колеса, вроде поехала она по накату. Так, я твою маленькую хрень тут нашел. Господи. Забирай. Она реально неуправляемая. Да, максимально неуправляемая сегодня машина, ребятки. Но она, кстати, знаешь, что она мне напоминает этот? Dodge. Который у нас есть. Вот чем-то плюс-минус такая похожая подвесочка. Но она крайне неуправляемая. Давай поехали уже. Господи. Она просто крутится, вертится вокруг своей IC. Ехать отказывается абсолютно. Так, что у тебя-то происходит? Ну, у меня в руки ехают. Я свою телегу подтолкнул. Охренеть, просто... Хэштег мыльница. Она реально как мыльница себя ведет на дороге. Давай, разворачивайся. Ой. Крыло еще прилетело. Едь давай. Так, ну я тебя вижу, где-то там остановился. Так, тормози. Тормози. Давай мыло. Да, господи. Что за хреновина у них? Так, на самом деле, Раптор ты оставил хреново просто максимально. Если бы он подача стоял, было бы не так тупо. Так что бери ее в сторону. Так. Ну, слушай, она по накатуи едет. Реально напоминает мне максимально этот... Додж. Тут как-то... Вот так вот. Вот так вот. Ладничка. Ну, слушай, для китайцев это неплохо. Надо было справа брать, тогда бы проехал дальше. Ну, не знаю. Она, кстати, встает, да, у нее попрыгающая такая подвеска. Довольно-таки интересно. Не, на самом деле, я всегда сверху заезжаю, потому что здесь по горочке можно с наката дальше уехать. Я так рекорд ставил. Ладно, неплохо. Это первое место. Второе у нас перфоманта неожиданно. Где? А, Раптор здесь. Все, я понял. Погнали дальше. Итак, ребята, очередной съезд. В общем-то, здесь новая машина. Это даб какой-то Chevrolet. Гелендос вообще полетел хер пойми куда. У нас спуск прямо, так-то они справа, если что. У меня своя тактика. Тактика, галактика. Да, господи. На самом деле, он многообещающе выглядит, но он максимально какой-то слопочный пока что. Ну, наверное, не ругаешься. Может быть. Я поеду же? Я же поеду? Ну, давай, ну, крутись-то быстрее вокруг этой елки. Ну, давай, ну, еб твою мать. Ну, ты чем зацепился-то там? Да, отпустила меня елка, ладно. Вообще тупо. Что это было, охренеть? Подвеска все-таки зарешала в данном моменте то, что машина немножко высокая и, как бы, получается управлять. Я вижу твой гелик. Ну, пока что максимально все тупо. Короче, если встанешь, сразу выкидывай машину в сторону. Потому что пинга у нас беспощадная. Так, я кубарем лечу. Не знаю, я там встал. Полицейский разворот вроде получился. Кстати, у меня нарисованные фары, такое ощущение. Потому что у меня бачок машины сломан, а как бы эта фара осталась. Охренеть, я лечу-то! Охренеть, я лечу! Сейчас врежусь к херам собачьим! На самом деле-то неплохо. Ну, неплохо, реально. Так, заезжаем. 40. Так-то пока неплохо. О, что? Просто срезало, ребята, об камушек. Такое бывает. И даже не встает. Да, ну, слушай, на самом деле, довольно-таки неплохо для машины. Конечно же, это топ-2, но далеко не рекорд. На самом деле, прям реально срезало. Подвеска вроде и хорошая, но сыграла плохую шутку именно здесь. Ладно, поднимаем, погнали к следующей машине. Итак, ребята, следующий заезд. И здесь Dodge Demon внедорожник против Раптора какого-то. Сзади две сидюшки и для этих туристов, наверное. Посадил, короче, они там въезжат просто. Ну, не, у меня машина хорошая, бронированная, ралли такая, эдишн. Йоу! Ох ты, ни хера! Йоу! Ох ты, ни хера, где я остался? А, кстати, тачка классная. А тачка-то классная. А вот и я. Привет, пока. На гору залез. Так, ладно. Чтобы вы понимали, это стандартная тачка, то есть тут как бы... Это стандартная тачка? Да, абсолютно. Какое месть? У меня вот стандартная тачка. Она недоработная, ничего не исправленная. И она едет вообще офигенно как. Ну, я вижу тебя, конечно. Так, впереди. Блин, я хотел развернуться, не получилось мне это сделать. Еще раз попыточка. Машина крайне неустойчива, ее болтают в стороны. Вот самое главное сейчас проехать вот этот поворот. Я видел, как ты кубарем полетел. Я еще поеду. Так, скорость... Ой, хороший удар. Так, прижимайся куда-нибудь. Ой-ой-ой-ой, ай-ай-ай, ай-ай-ай-ай. Господи, я просто как этот дрифтер в поворот вошел. Мамкин дрифтер. Так, ну многообещающий пока что. Так, не прыгай нахер на меня, потому что может впереди машина упасть и будет печально все. Так, многообещающий. Ползем на гору. Съезд горы. Съезд. Съезд. Китаец. Китаец, уйди, китаец. Чуть-чуть, чуть-чуть дальше, китаец. На самом деле, надо было его убирать. Может быть, проехал. Но на самом деле, если бы и проехал, то проехал до сюда бы максимум, если бы не вилял жопой. Но на самом деле, слушай, доджик-то показал себя очень хорошо. Это топ-1. Вырывает он у этого китайца, не китайца. Я не знаю, что за машина. Ребята, напишите в комментариях. На самом деле, вообще даже понятия не имеют, что это за машина. Называется Чарам Клим 18 сокращенно. Вот думайте, что это такое. Итак, ребята, два чемпиона. В общем-то, практически финал у нас уже приступил. Поэтому полетели на Шевроле. Доджик полетел неплохо. Доджик неплохо прыгнул, да. Я сосну лечу. Оу! Хороший ликошет. От сосны? Сам от сосны. Я прыгнул. И что, ты все? Ты остановился? Хочешь сказать, что я все встал? Не знаю. Ты потом посмотришь, что я охренеешь от того, что произошло. На самом деле, знаешь, я на спуске такое видел, что охренеть-то уже нечего, если честно. Охренеть. В смысле? Так. Ну, Сильвер Адик, давай, давай, тащи мясо, как говорится. Тебе еще нужно первое место забирать. Ты можешь, я потому что знаю это. Что будет, если я прямо в капот тебе прыгну? Что-что, я врежусь и отлечу. Это же GTA V. Это же самая охреновая физика на свете. Смогу ли попасть? Ну-ка. Сусака. Давай. Что-то там падало где-то сзади, вообще, если честно. Так, ладно. Я вроде, вроде на двух колесах захожу в поворот. Да стой, успокойся. О май гад, нау! Я врезался. Я врезался. Скорость была большая, но я врезался. Посмотри, куда я встал. Я боком, дрифтом зашел в это дерево. И чтобы ты понимал, тут все ветки его просто, знаешь, обхватили и не дали куда-либо поехать. А, на самом деле, интересно. Да, я прямо вижу, там ветка сквозь салон прошла. Ладно, ребят, пишите в комментариях, что думаете. Сильверадо сегодня не проехал дальше. У нас в конце два монстра. Посмотрим, что они нам покажут. Итак, друзья. Два внедорожника вот таких монстр-трака. На самом деле, они не помещались под этот финиш. Поэтому я поехал просто там, где поехал. Ну. По крайней мере, это лучше прыгает, чем до этого. Тачки уже как минимум. И прямо на камень. И две сосны прямо тут. Мне интересно, что это где-то поедет. А, у него задние колеса. Чего? Он багуется, нихера себе. Нихера я заехал куда. О, видно отсюда твой этот. Ой, я птичку сбил. Ну, это нормальное явление. Они здесь слишком низко летают. Поэтому как бы удивляться нечем. Кстати, знаешь, что скажут, типа оно... Засранец. Ты просто засранец. А, чего? Ты просто засранец. Я тебя остановил, что ли? Да. У меня то, что полмашины под землю провалилась. А если честно, знаешь, ради интереса. Если её просто пустить, если бы она, допустим, не остановилась, поедет ли она накатом? Я, короче, заняться вперёд. Еду 48. Но, блин, надо как-то развернуться. Ой! Сказал развернуться. У меня машина просто из текстурок выпрыгнула. Я, господи, полетел. Хрен пойми как. Слушай, в этой машине единственный минус. Как запихнуть не в пихуемое, скажи мне, в дырку? Хехех. Она не доедет. Поверху едет, поверху едет. Она не доедет. Всё, тормознула. На самом деле, крайне какая-то багованная, непонятная подсветочка здесь. Чё вы тут орёте, мудаки? Умрите все. Ну, короче, я тот впустил, знаешь, чисто накатом. С кафотом она доехала сюда. Ну, неплохо так-то. Короче, ребята, такая серия получилась. Сегодня, получается, у нас первое место занимает додж-демон, да, получается, внедорожник. Потом идёт вот этот китаец, не китаец, не знаю, что это такое. А потом, на удивление, идёт, в общем-то, ещё один новый лоурайт на Воссонах, да, и рядом с ним же находится Хурпер. Плюс-минус одно и то же место. Пятое место занимает у нас Сильверада, который заехал в дырку и шёл очень уверенно, но врезался, к сожалению, в потолок и тормознул. Что ж, друзья, вот такая серия. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и ссылочки все в описании. В общем-то, не забывайте настроить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!